Я Наталья Некрасова, соавтор проекта Изба вязания, где мы обучаемся стремителям и освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. И сегодня я хочу вам рассказать, как быстро научиться вязать на любой вязальной машине. Ведь казалось бы, что проще? Берем инструкцию, читаем и вяжем. Любая вязальная машина сделает за вас ровные петли. И начинающие читают инструкцию и вяжут свитер, носки. Все, мы умеем вязать. Но опытные мастерицы, те, которые давно вяжут, смотрят на такие изделия с легким умилением, потому что вязание новичков выдают массу нюансов. Это и растянутые горловины, и непопадание в размер изделия малое или великое. У него, как правило, небрежные швы, у него сбит рисунок и много-много чего еще, о чем начинающие просто даже не догадывают и не задумываются. Поэтому, учитывая желание новичков поскорее начать вязать, мы предлагаем вам за два урока решить массу проблем. Машина начнет вязать пряжу, которую раньше вообще не провязывала. Начнет выполнять те приемы, которые раньше совсем не хотела выполнять. И готовое изделие будет получаться того размера, на который вы рассчитывали, а не как получится. Приглашаю вас на курс вязания для новичков. И не важно, какая у вас вязальная машина, потому что проблемы у новичков одинаковые. И тем не менее, курс записан для двух типов вязальных машин. Для машины с нитеводом, на примере Silverite 840, и для машин с ручной прокладкой, на примере вязальной машины Niva 2. И чем же вам поможет курс вязания для новичков? Вы быстро освоите основные приемы вязания для создания изделий себе и на продажу. Вы систематизируете имеющиеся знания и заполните возможные пробелы вязания. Вы научитесь делать правильные расчеты, чтобы точно попадать в задуманный размер. И наберетесь опыта на вязании простых изделий, чтобы не жалеть, а зря потраченные пряжи. Мы снимем страхи перед вашей вязальной машиной, потому что вязание на машине не сложно, если довести приемы вязания до автоматизма. Я покажу вам, что вязание на вязальной машине это работа и руками, и головой. И, к сожалению, никакая инструкция не даст нам вязальный опыт. Вязальный опыт мы будем нарабатывать самостоятельно. И наш первый вводный курс для начинающих, это не инструкция по созданию готового конкретного изделия. Это видеоинструкция с обратной связью, которая поможет вам понять, что вы делаете не так, и как сделать, чтобы ваше изделие получилось ровно таким, как вы его задумали. Красивым, ровным, аккуратным. Любой, кто приходит на наш курс, после двух предварительных занятий, вяжет достаточно сложное изделие. Красивую шапочку с двумя ушками и один из предложенных на выбор джемперов. Даже если до этого вы никогда не вязали на вязальной машине. То, что вы видите, это проблема, с которой им приходят учиться. Потому что самостоятельно не понять причину, а часто вообще это не считается проблемой или ошибкой. Вот что стандартно не получается и вызывает раздражение. Начинающие не умеют читать рапорты, делают неровные наборные ряды, совершенно не знают назначения или неправильно используют инструменты к машине, а также кнопки и ее рычаги. Частенько допускают невнимательность к требованиям инструкции. Печатная инструкция создана мужчинами и она слишком сухая и непонятна для нас, эмоциональных женщин. И в результате у нас рвется нить, петли слетают и по бокам и в середине, рабочая нить создает огромные висящие петли по краям, край полотна затянутый или сильно рыхлый, иглы ломаются, каретка стопорит, полотно срезается с иголок. За один месяц вы выполните 4 урока, в каждом из них множество заданий. И в результате ваша вязальная жизнь совершенно изменится. Появится признание вас мастером в семье и в ближайшем окружении, наметится желание вязать не только для себя, потому что появится уверенность в результате. И возникнут первые заинтересованные заказчики. В первого урока мы начинаем изучение основных технологий машинного вязания. Почему рвется нить рабочая, почему слетают петли, как работать с натяжением и оттяжками, какие бывают наборные ряды, сокрытие петель, убавки, прибавки. Какие бывают наборные ряды? Мы рассматриваем в уроке три вида наборных рядов. Наборные ряды быстрые, которые применяются на бросовые нити, либо когда нужны хорошие открытые петли. Рабочие, чаще всего применяемые наборные ряды. Отделочные, когда мы получаем готовый кантик для, например, пледика, и вам не нужна никакая дополнительная обработка. Убавки, прибавки. Сколько вы знаете видов убавок или прибавок? На примере убавок показываю, что есть обычные традиционные варианты, которые дают вот такие, может быть, некрасивые, но добротные ступеньки. Очень просто, быстро делается. Но, немножко изменив методику, мы получаем абсолютно ровную линию, никаких ступенек. Есть варианты, которые дают возможность полотну тянуться, а не тянуться. И есть варианты, которые делают абсолютно жесткий край. Где их применять, когда мы будем разбирать дальше, когда будем вязать изделие, и смотреть, что нам нужно от конкретной детали, чтобы она тянулась, либо держала форму. Но, основу мы проходим уже на первом уроке. На втором уроке мы изучаем, как подбирать плотность вязания, как выполнять частичное вязание, на примере цветного частичного вязания и объемного. Как выполняются основные виды подгибов. Мы рассматриваем пять видов подгибов. А на третьем уроке вы соберете все полученные знания воедино и провяжете сложную шапочку с двумя ушками. На четвертом уроке вы свяжете первое большое изделие. Джемпер-моталек, либо джемпер-рыцарь, на выбор. На которых вы повторите все те же знания, те же технологии, но на более сложном уровне. И если вам не нужно такое изделие в натуральный размер, вы можете вязать его в мини-формате. Стоимость обучения на первом блоке меньше стоимости свитера, который вы можете купить в магазине. За 4000 рублей в магазине вы купите один свитер. Но на основе полученных знаний вы сможете связать много свитеров в разных вариациях. И плюс к этому абсолютно снимете страх перед вашей вязальной машинкой. Наша методика обучения с обратной связью такова, что ограничение по времени не позволяет вам бояться. Вы просто выполняете уроки. Вводный курс адаптирован для вязания на любой вязальной машине. Но если ваша машинка сильно отличается от той, на которой показаны уроки, мы поможем персонально вам разобраться с вашей моделью вязальной машины. Ограничение в том, что смотреть уроки можно только с компьютера. К сожалению, ни с телефона, ни с планшета смотреть не получится. Но огромный плюс урока в том, что нет ограничений ни по времени, ни по количеству просмотров. Смотрите сколько и когда хотите. Если вы опоздаете на живой поток, можете проходить уроки в индивидуальном порядке с полной поддержкой. Все подробности по оплате смотрите по ссылке под этим видео. Если у вас остались вопросы, пишите нам, звоните, ответьте на все ваши вопросы, пожелания. Все ссылки на наши контакты тоже под этим видео.